673 гектара зерновых и 250 гектаров рапса. В общей структуре площадей открытого акционерного общества «Агросад Рассвет» под эти культуры отведено более 50% земель. Уборка стартовала 18 июля. Первым в очереди стоял рапс. Сегодня он уже почти весь собран. Средняя урожайность 25-30 центнеров с гектара. В ближайшие дни комбайны переедут на пшеничные поля. К слову, серьезных вопросов ни с техникой, ни с людьми, которые на ней работают, нет. Есть что убирать, на чем и кому. Есть что молотить, поэтому и зарплата должна соответствующая, и вопросов комбайнеры или отвозка зерна никто не ставит. Николай Постерук на комбайне работает около 10 лет. Мужчина признается, дело это непростое, но любимое. В поле от рассвета и до заката, буквально. Но убирать хороший урожай в удовольствие. Николай Алексеевич комбайнер опытный и уже не первый год делится тонкостями процесса с молодыми коллегами. И нюансов таких немало, однако главной составляющей успеха Николай Постерук считает любовь к делу и земле. Мне нравится убирать хлеб, не за какие-то похвалы или что-нибудь. Каким должен быть комбайнер? Какие качества должны быть? Должен любить свою работу. Если будет относиться хорошо, то и, конечно, будет и отдача. Кипит работа и на тех землях хозяйства, которые отведены под сад. Общая площадь последнего, к слову, составляет 300 гектаров. Наша съемочная группа застала финал сбора алычи. Сладкие плоды отправятся на перерабатывающие предприятия и в торговые объекты города над Бугом. Производители признаются, в последнее время со сбытом появились вопросы. Далеко не все предприятия, занимающиеся выпуском, к примеру, сока или джемов, используют в качестве сырья настоящие фрукты. Ежедневно мы продаем на юбилейном рынке и в микрорайоне Вулька, на Себровской непосредственно продаем. Здесь также мы продаем на месте, но оптом продаем от 500 килограмм и выше. Если в прошлые годы лет 10-15 мы собирали около 400 тонн алычи и не было проблем с реализацией никакой, очень у нас ее хорошо брали по хорошей цене на переработку завода, то в этом году, я еще раз повторяю, что проблема есть у нас именно с переработчиками. И я повторяю еще раз, цена небольшая, но активного спроса на нее нет. Возвращаясь к теме уборки зерновых, зернобобовых и рапсов. В настоящее время в Брестском районе, как и по всей области в целом, этот процесс только набирает обороты. Половина хозяйств уже вывела комбайны в поля. С четверга к массовому сбору урожая приступят и остальные. У нас 93 комбайна в районе. То есть технические возможности при благоприятных погодных условиях, если не будет дождей, никаких катаклизмов, практически мы можем убрать за две недели. То есть это в день 6-7% мы можем убирать. Виды на урожая неплохие. Единственное, что у нас в этом году меньше убирать площадей, в связи с тем, что пришлось часть площадей убрать на кормовые цели, на зерно-сенаж. Поэтому, но я думаю, что вал прошлого года мы практически наберем.